Так, что происходит с тем, кто бросил? У мужчин, у женщин по-разному, потому что, смотрите, женщина является источником любви, источником любви. Вот, смотрите, сосиска болтается у нее, да, она бросила. Вот этот канат как бы остался, она его не чувствует, думает, что у нее все там нормально в сердце. Но канат закрыл, эта сосиска закрыла у нее энергию любви в сердце, закрыла. То есть она бросила, и что произошло? Вот у нее вот эта вся вот структура, то есть вот этот вот цилиндр, через который течет, будем так говорить, механически, через который текла энергия любви, он закупоренным стал. И это происходит независимо от того, хочет она это или нет. Просто так происходит. В результате у нее сердце стало холодным. То есть она внешне красивая, все то же самое, все у нее классно, но она знакомится с человеком и чувствует, как бы, нет, не работает система, нет близости, нет родственных чувств, нет теплоты, нет с ним, что-то не хватает. И она думает, может, не тот, попробую с другим познакомиться, пробует, опять ничего не получается, пробует, опять ничего не получается. Или начинает жить, живет и живет, живет и живет. Секс вроде нормальный, а родственных чувств нет. Что вы смеетесь? Все нормально? Мы же близкие люди здесь собрались. Думаете, кто-то лучше? Что делать? Раскаиваться. Начать внутреннюю жизнь всегда есть один только способ что-то делать. Это понять, первое, что любовь настоящая не возникает в моем сердце. Я хочу только наслаждаться этим миром. Но я хочу любви настоящей, поэтому я должен ее получить от того, кто ее имеет. Поэтому единственный способ, что делать, это строить отношения со святым человеком. Вот если вы спрашиваете, что делать, я отвечаю одинаково на этот вопрос всегда. Отношения со священным писанием, со святым человеком. Когда ты думаешь о святом человеке, кланяешься ему и говоришь, я хочу быть таким же, как ты, я хочу тебе служить. Пожалуйста, дай мне возможность тебе служить. Я хочу быть таким же, как ты. У тебя светлое чувство в сердце возникает. И это светлое чувство постепенно увеличивается, увеличивается. Кто задал вопрос? Увеличивается, увеличивается светлое чувство. И постепенно, оп, когда очищается восприятие мира на уровне любви, энергии любви, в какой-то момент раз, и возникло чувство. Так я же его предала, этого человека. Видите, я вообще о нем не думал. Не думал, а просто молился святому человеку. Но так как у меня очищается восприятие мира, в результате голос совести начинает работать. И раз в какой-то момент, так я же его предала. Такое чувство возникает. То есть Бог показывает объем работы. Объем работы. Ну хорошо. Мы для других теперь рассказываем с вами. Вместе теперь будем это обсуждать. Вот. Потом дальше, когда объем работы ясен, человек начинает раскаиваться, 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 раскаиваться. И в какой-то момент возникает чувство, что этот человек на самом деле был хороший. Хороший этот человек был, который я бросил. Но что-то мы как-то неправильно жили с ним. Неправильно, не тем занимались. Поэтому и вот у нас ничего не получилось. И хочется с ним об этом поговорить. Может быть не получится поговорить, но по крайней мере уже как-то контакт другой стал с ним. И в этот момент облегчение, как бы, Господь в сердце дает такое чувство, молодец, облегчение. И как бы он потом говорит, ну все, можешь пробовать опять семью создавать. Но вот теперь уже ты не должен, не должна ни в коем случае бросать уже. Это в сердце четко знание. Нет, бросать нельзя. Ни в коем случае. А в каком случае можно уходить? Можно. Что вы имеете под словом уходить? Что вы под этим? На сексе уходить. А такого не бывает. У вас же контакт, связь. Как уходить? Не, ну давайте мы, смотрите, мы о чем говорим? Что между вами связь есть? Или нет ее? Есть и нет. Вы сексом занимались? Тогда можете уходить. Если вы просто встречаетесь, человек не нравится, нет проблем, можете уйти. Ничего, нормально. Вот девушка встречается с человеком, не было секса, она изучает, ищет. Не мой. Хорошо, следующим встречается. Нормально? Нет проблем. Если вы уже начали отношения родственные, да? С сексом это родственные отношения, наступает канат, связь. Вы ему попробуйте уйти. Попробуйте. Так раз ушла. И он такой, что такое? Почему ты ушла? Если его начинают колбасить, значит вы вырвали уже, как бы чуть-чуть оторвали мясо у него из сердца. Значит тогда надо назад возвращаться. Вы как бы можете сказать, Олег Геннадьевич, я не верю вот в эту связь. Попробуйте, проверите. Сделайте чуть-чуть человеку более, чуть-чуть кусочек мяса оторвите. А это не покажет. А? Это не покажет, не покажет. Ну не покажет, не покажет, но жизнь-то вам потом покажет. Вы же за все платить приходится, понимаете? Вот в чем проблема. Второй вариант. У тебя вырвали кусок мяса. Что происходит? Ты начинаешь страдать. Почему ты страдаешь? Потому что ты поверил в человека больше, чем в Бога. Поэтому ты страдаешь. Как избавиться от этих страданий? Некоторые спрашивают. Как сделать так, чтобы, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы забыть? Я не могу забыть. Я не могу тебя забыть, но как мне быть? Какие другого? Не работает? Сравнивает человек, сравнивает. Не работает. Думаю, тот был лучше, а этот хуже. Что? Кошмар. Правильно, так и есть. Кошмар. Мы вот в этом кошмаре живем с вами. Можно, конечно, забыться с другим потихоньку так как-то раз, и все нормально. Но потом может быть то же самое. Потому что вот эти все вот разлуки, встречи, это все судьбой предназначено для одной цели. Мы должны понять, во что верить. Люди верят в отношения. Не думают, что вот это и есть настоящая цель жизни. Найти себе близкого человека и с ним наслаждаться в этих отношениях. Но веды говорят, что человек рожден не для этого, он рожден для того, чтобы понять, что настоящая цель жизни имеет более высокую природу. Человек должен научиться бескорыстию у того, кто его имеет. Смотрите, интересный факт, что когда человек начинает святостью молиться святому человеку, у него вот этот костер сжения от разлуки успокаивается. И он понимает, что это не любовь была. Кого так произошло, поднимите? Все, вы сдали свой экзамен. Потому что смотрите, когда от тебя человек ушел, бросил тебя, а ты думаешь, я его люблю, он меня бросил, а я его люблю. Давайте разберемся, что такое любовь. Вот, допустим, если у тебя нет гармонии с человеком, это любовь или нет? Нет. Он уже остыл, он забыл тебя, а ты говоришь, я его люблю. И он меня где-то там в сердце любит, но не знает об этом. Ну это самообман же, правильно? Просто самообман. Его загипнотизировали. Ну что, он зомби, что ли, чтобы его загипнотизировали? Просто он ушел и все. Вы скажете, ну ведь была любовь. Нет, не было любви. Было просто наслаждение. То есть понять, что когда есть любовь, верность настоящая есть, люди не уходят друг от друга. Я хочу, чтобы жили лебеди. Помните эту песню? Ну то есть, потому что лебеди это кто? Это те, кто верны друг другу. Это в священных писаниях это сравнение есть. В Шимадбхага, там, в ведах есть сравнение, что люди, которые живут чистой, светлой жизнью, они как лебеди. Они не могут бросать друг друга. Один уходит, другой остается с ним. И потом они встречаются там, наверху, на высших планетах уже. У них не раз... У них не верные, но не уходят. А это вот обычная ситуация, как у всех. Означает привязанность, просто привязанность. Мы неверные друг другу. Что значит неверные? А мы не развивали высших отношений. Мы неверные, просто живем. Но так как у нас есть балдеж, мы думаем, что мы верные. Когда балдеж заканчивается, мы думаем, у меня с ним несовместимость. Зачем я с ним живу, жила вообще все это время? Какой-то самообман. Да он всегда был этот самообман, потому что секс – это не любовь. Человек думает, ну что же у меня тогда было к нему? У тебя к нему была жажда наслаждаться. Именно она жгла твое сердце. Нет, у меня была любовь. Хорошо, если у тебя была любовь. Почему бы тогда тебе не благословить этого человека, жить с тем, с кем ему лучше, чем с тобой? Он тебе тысячу раз уже сказал, что с этим человеком ему лучше. Почему тогда ты не веришь в это? Почему ты говоришь, что ему с тобой лучше? Потому что ты хотел наслаждаться им. Если бы ты его капельку хотя бы любил, ты бы его понял, о чем он говорит. Видите, нет любви в этих отношениях. В них есть только корысть. И жуткая, настолько жуткая, что человек даже не понимает, что он корыстно настроен. Даже не понимает. И он думает, я люблю его, поэтому жду. Хорошо, как тебя определить, любишь ты или нет? Нет, соприкоснись с настоящей любовью. Начни поклоняться святому человеку в своем сердце. Очисть свое восприятие, чистоту любви. И ты увидишь раз, и у тебя к нему остыло спокойное чувство все. Ну, слава Богу. Как я уже замучился. Почему ты замучился? Потому что ты не понимаешь, что такое любовь. И жизнь тебе дала возможность понять. Дальше поставь более высокой целью своей жизни отношение со святостью. А на втором месте уже личную жизнь поставь. Не верь в личную жизнь, как конечный этап жизни. Не думай, что жить надо для ребенка. Не думай так. Он такой же эгоист, как и муж, какая разница. Просто еще маленький. Все. Надо жить для ребенка. Надо жить для Бога. Тогда ребенок за тобой потянется. Надо с ребенком тоже идти в одном направлении. Не на нем зацикливаться надо, а его зацикливать туда, пока он тянется за тобой. Туда, где ты сама зациклена. Ты так можешь посеять веру в его сердце.